Всем привет, меня зовут Николай Соболев И господи Иисусе, я не верю в это Это итоги 2022 года Кто бы мог представить, что мы вообще доживем Весь год, мне кажется, меня не отпускает Ощущение, что это гребанная симуляция Что это фильм, матрица Сначала война, ты не знаешь, что делать Ты не знаешь, что говорить Ты не знаешь, можно ли вообще говорить Всех коллег признают иноагентами Потом следственная проверка Мне звонит друг, говорит Коля, посмотри в интернете, тебя проверяют Ты не знаешь, чем это закончится Откладываешь кирпичину Знаете, что хотел сказать? Я просто недавно кое-что про Соболеву узнал К сожалению, не могу вам об этом рассказать Ничего Но я теперь смотрю на него немного иначе Знаю то, что знаю я Потому что он, конечно, блядь, такой сука Такой сука, такой хитрец, блядь Такой ты сука, сука, блядь Вот что я могу сказать Вторую стенку, а дальше мобилизация Половина друзей уехала в Грузию на гироскутерах Половина друзей вообще, как оказалось, евреи В этом году мы узнали, что сатана живет в Европе Что ядерное оружие это прекрасный повод для песни Что русские это индейцы Пенис Индейцы это наши русские Они пришли из России туда Главное их качество это у... Че, блядь, индейцы это русские То есть получается, Америка все... А-а-а-а... Я поioк, чем они... А-а-а-а... Э-бай, ну если мы индейцы А, соответственно, все Получается, американцы это русские Получается, Америка это Россия А Россия это Америка 23 год походу интересным будет Умирать в больших количествах Но не будем расстраиваться Россия Знал о нем хороший или плохой? Плохой Россия матушка Главное мы с вами живы И это то что я выучил в этом году на самом деле Кто блять Главное мы с вами живы Ты жив блять А может кто-то не живой уже нахуй Не смотрит твое видео Это слово благодарность Я благодарен каждый день когда я просыпаюсь Ой 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 Да да главное музыку попечальнее на фон поставить Могу работать я Могу общаться со своими зрителями И вы будьте благодарны Потому что если у вас есть возможность Просто открыть этот видеоролик Просто посмотреть его со смартфона Или с компьютера Вы уже счастливый живой человек Ведь как писал Достоевский в своем знаменитом романе Про людей которых ведут на смертную казнь Про то что они думают в этот пограничный момент Между жизнью и смертью Что если бы им пришлось жить где-нибудь на высоте На скале и на такой узенькой площадке Чтобы только две ноги можно было поставить А кругом будут пропасти Океан, вечный мрак Вечное уединение и вечная буря И оставаться так стоя на вершине пространства Вечность То лучше так жить Чем сейчас умирать Да, нам тяжело, иногда бывает тяжело все это пережить Но мы живые Это сам по себе удивительный феномен Какая-то кучка разумных приматов Которая болтается где-то в космосе На каком-то летающем шаре Который крутится, вертится Вокруг своей оси со скоростью 400 метров в секунду И при этом подсвечивается другим Огромным солнечным шаром В бескрайнем космосе Во всей вселенной Мы, окруженные миллиардами Миллиардами галактик Где находятся еще миллиарды таких же звезд И никого вокруг умозрительно Только одна планета, населенная жизнью Странные двуногие существа Которые на радостях, наверное У меня странное двуногое существо, кстати Уничтожить друг друга Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Слушай, ну я думаю, что надо вас спросить Когда уже наконец-таки закончится этот *** в мире Потому что только он знает Это будет субъективный ролик Это будет субъективная премия Это будет субъективный опрос людей на улицах А как они провели этот год А с деньгами плохо Папа денег дал, мама денег дала Деньги закончились Какие эмоции у них остались после этого года? Денег нет и проблем нет Это у кого много денег, у тех проблемы Я спокоен, как дохлая лошадь В конце я постараюсь как-то вселить Я, кстати, дохлая лошадь В вас надежду Потому что я уверен, многим из вас кажется Что все только разрушается И никогда больше не будет прежним Давайте начнем после небольшой рекламной паузы, друзья За свои идеалы Блядь, у меня здесь плагина нет, сука Блядь, о-о-о-о Ты закончил? Зарегистрироваться на то, как вы Досмотрите Пропагандист года Мы не можем не отметить их Пропагандист года, ребят, как вы думаете, кто в начале? Ну, они очень старались Все мастерство нужно было им проявить Для того, чтобы маневрировать туда-сюда Ну, потому что как ты будешь жить иначе? Шпили-вили друг друга шпилят-вилят Ну и что дальше? С ума сойдешь, конечно Это ведь надо, ну, постараться как-то жить в этой обстановке Да не, ну какой Стас, ребят? Я думаю, все-таки Соловьев В основе, когда в начале года Людей штрафуют за слово мир Это слово стирают ногой, сапогом, со снега А в конце года нет ни одного интервью Мы к этому готовы Где президент бы не призывал к мирным переговорам А мы и не отказывались никогда Тысячи людей штрафовали за слово война В конце года такой президент, да это война? Это тонкий очень вопрос Ну это же мастерство Вот так вот стоять на всю страну Говорить ртом Что я не знаю ни одного человека Ни одного человека не знает Которому то, что сейчас происходит, доставляло бы удовольствие Везде искала, под подушкой, в приху... Да-да, ни одного человека не знает При этом тот типчик ёбаный, который про детей что-то говорил Когда начали бомбить Украину Он вышел на балкон, такой танцует радостный Улыбается, радуется, блядь Вот пиздоболы, господи, вообще, блядь Я не помню, как его фамилия, этого долбоёба Который предлагал детей сжигать Красовский, во! Который тогда на балкон вышел, кружочек записывал радостный Танцевал, блядь Это разве не радость? Это радость? Ну это, блядь... Что она пиздит? Кожей Всех убьём Всех, кого надо, ограбим Всё будет, как мы любим Ни одного человека не видела Который кайфовал Ва, 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 вот. Да, вот он и показывает, я про этого уебана говорю. Ах, ты смотри, еще долбанули по Киеву, а? Эээ, такое уебище, боже, блядь, фу, сука. Почему они выглядят все, они все выглядят как какие-то, знаете, типа, злые персонажи из какого-то мультика. У них все такие ебла противные, вот сразу видно, что тварь, вот просто тварь. А, вырубили еще там несколько детей без света посидит, нет. Нету злодея прям. Такого человека, очевидно, в окружении Маргариты Симоньян. Мы хотим просыпаться с утра, читать эти новости и понимать, что враг повержен. Все эти комментаторы в пабликах патриотических, это не русские на самом деле, это марсиане. Русские вообще не такие. Русские это индейцы. Они пришли из России туда. Правда, живите по правде. Я смотрел весь год эти эфиры по долгу службы, я не сошел с ума, но был близок. Морда Шольца для меня неотличима от мерзкой Харри Гитлера. Я начал получать удовольствие. Они выучили все, что знали, но не нашли там необходимой еды. Это чудесно на самом деле. Для нас война естественное состояние. Я могу ничего даже не говорить. Просто вставлять вот эти вставки. Да мы Катихон. Да мы Катихон. Китай, Индия, Арабский мир нам чуть помогает. Африка нам сочувствует. И это само по себе, ну как бы каждая фраза это мем. Когда звонит коллаборант Макрон, не тропку надо брать, а к пистолету должна тянуться рука. Ахуй. Россия это страна возможностей, потому что только у нас гомосексуал, открытый, может поддерживать закон об ЛГБТ пропаганде. Если ты говоришь, что это люди второго сорта, их пойдут и сожгут. То есть нет никаких вариантов. И в этом будут повинны люди, которые принимают этот закон. Я лично, если бы был депутатом Государственной Думы, проголосовал за этот закон. Это парадигма о гитлеровской Германии. Просто она привела к тому, что 6 миллионов евреев сожгли. Я не знаю, кого из них вообще в принципе выделить. Они все абсолютно прекрасны тем, что они умудрялись говорить вот эти вещи. Не дай бог, а зачем вам Крым? Нам не нужен Крым, война это ужасно. В Украине живут братские нам абсолютно по духу, по крови, по общей истории люди. Война с которыми является самым страшным преступлением, которое все может только придумать. Мы вообще не можем представить себе, чтобы кто-то вообще в здравом уме бомбил эти города. И конечно не надо бомбить эти несчастные города, боже упаси. Я никогда не стала бы к этому призывать. Но это не проблема. Да, потом когда начинается, я не буду вам рассказывать, что с ними происходит. Я не знаю, конечно, знакомы ли они друг с другом. С кем? С кем? Но мы их запомним вот именно такой чудесной компанией. Поэтому я считаю, ребята, ну вот они наработали, и вот нужно отдать им втроем, Красовскому, Соловьёву и Симоньян, эту замечательную премию. Как-то кто-то сказал у нас в стране, что Россия единственная дышащая империя в мире, которая то уменьшается, то увеличивается. Это кто-то, это я. Музыкант года. Я не знаю, может быть вы не согласитесь. музыкант года блядь шаман данных ходишь или я даже музыкант года мазелов но интересно вот все начиналось это больше и больше становилось артистов и да конечно они лизали с запада да конечно был плагиат но ребята были креативные я знаете читаю часто вот эти комментарии которые пишут моими клипами мол вот прошло уже пять лет вот это была золотая эпоха я с вами на самом деле полностью согласен знаете я вот недавно включил versus 2016 года пересмотрел и у меня чуть скупая слеза не упала с щеки потому что но это было удивительное время на самом деле это получается тот самый момент когда можно сказать наверное что раньше было лучше это кажется никакой не самообман даже непонятно теперь когда вообще будет что-то аналогичное в этой стране ведь на ваших глазах хищник сожрал травоядное что теперь взяли запретили играть на дискотеках этих ужасных вражеских арт запрещена музыка марганштера но зимси манижи оксимирон овус вело дтт машина времени лау юна какая-то аквариум валерий милад за битва фэй зимфира литл биг две маши или ту маши и твою мать вам а мама ваши певец алексеев макс барск вера брежнева ебать а чё всех запретили а кому выступать только шаману походу и все блять придется отдуваться за всех сразу иван дорн лобода монатик дорофеева ебать потап и настя пиздец каста нервы анакондес я ваху артистов ну конечно но но как после этого дети будут передавать диски но артисты то запрещены вот все они послушают больше музыку и не нужны нам наверное да эти торговцы наркотиками другое дело олег газманов певец шаман в кожаных лосинах эти инагенты там что-то друг с другом срутся а вот пример настоящий мужской дружбы филипп киркоров николай басков в детских штанишках в бантиках православный настоящий дуэт вот посмотришь на филиппа киркорова и сразу же видно заслуженный артист чечни рядом с другим заслуженным артистом чечни ах мацила настолько крепкий союз у ребят что иногда даже наверное в одних кроватях спят и я считаю что они давно должны были стать друзьями а новые песни ну должны быть наверное про русь про родину только до про пшеницу про про добро про россию я украинец и вот в чем проблема на самом деле я вот скажу все-таки о проблемах потому что почему нет ну да пусть итоги но наша проблема это геронтократия это власть геронтократия так но власть так принцип правления при котором власть принадлежит старейшим термин введен в который сами забыли что такое быть молодым я старейший тогда где моя власть где моя власть которые думают что можно как-то остановить этот процесс даже в эпоху интернета вот этим скальпелем которым они пытаются как-то как-то соорудить смастерить вот это новое искусственное правильное общество нравится не нравится терпи моя красавица ведь дети же тупые да ведь если не отфильтруют то вот эти дети послушают маргенштерна как эти с удовольствием и сразу же будут курить наркотики в подъездах каждый косяк а если послушают оксимирона там вообще поминай как звали они сразу же будут посягать на национальный суверенитет россии будут мастурбировать жопу голову в школе показывать ла туда а те женские носить надо набрать больше членов артист года я не знаю мне кажется нет никакого артиста года и не может быть в такой обстановке хотя знаете говорят что война рождает сильные культурные высказывания я честно не увидел ни одного сильного и одновременно популярного острого высказывания да какие-то наши артисты пытаются отыграть повесточку это способен на буду большие дядя отправить на бой на этом всегда было плохо пытаются как-то высказаться но знаете как будто бы для галочки сделали чего нахуй в начале января в россии закроют границы объявят военное положение и новую волну мобилизации министр обороны украины резников не ребят ну я конечно понимаю давайте вот без таких вот информации потому что откуда резникову знать вообще чтоб именно в россии произойдет еще и в будущем что там закроют и так далее все может быть безусловно вероятность этого высокая высокая разведка я доверяю американской разведки которая предсказала несколько вещей в том числе войну почти да немного ошиблись с датой но тем не менее предсказали вот а вот собственно здесь я не знаю я не знаю не знаю все возможно ребят все возможно окей давайте запомнили в начале января военное положение закрывается границы все если это случится ебать беру свои слова обратно ребят беру свои слова обратно в таком случае в рф никогда не ведут военное положение это разрушит экономику бля ребят это как понимать военное положение можно по-разному ввести не с теми ограничениями которые в итоге должны быть При военном положении, да Можно сделать по-другому Назвать это не военное положение Назвать как-нибудь иначе Не война, например, а СВО, не военное положение А, ебать Специальное положение, блять Я хуй его знаю, триммер рассказывает за политику Окей, дружище, американцы считают войну в Ираке за войну Они твою мать считают за хуйню И да, они считают это за войну Здесь свободно войну назвали войной Из-за этого никого не посадили Представляешь, да? Представляешь, да, как это работает? Охуеть А тебя, долбоеба, если ты войну войной будешь называть На бутылку натянут Понимаешь, да? И побреет на лосы еще, к тому же, ебло тупое, блять Клип для того, чтобы сделать клип На нашем флаге белый снег и синяя река Для того, чтобы продолжить свое самолюбование Осознайте это Он диссит Алишерика Вот этого запла... Если введут военное положение, то президент будет править, пока она не закончится Ну да, да, да Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Все остальное, что будет влиять на страну отрицательно, это отменит, скорее всего. И назовут другими вещами, я поэтому и говорю. Он и так останется, понимаете, типа, для этого даже военное положение не нужно. Достаточно просто там сказать, вот, у нас война, как же так без Путина, мы же проиграем, потеряем всю страну. Все, это уже даст мотивацию людям, конечно же, идти голосовать, сами знаете за кого. Поэтому, возможно, Путину реально выгодно эту войну тянуть еще до тех самых выборов 24-го года. Чтобы потом, опять же, с этой войной прийти и сказать, ну, вы посмотрите, в какой мы ситуации. Я не могу бросить Россию, не могу ее оставить. Потому что, если не я, то кто еще? Тогда мы все проиграем, мы потеряем то, что есть. А что есть? Ну, ладно, окей. С лакаными глазками малыша. Юморист года. Я, я, я. Ну, или, окей, юморист года. Галкин. Кадыров. Не знаю, кто еще. Как же видно, нормальный год. Раньше были какие-то там тамби, рептилоиды, нурланы. В этом году нурланы шутили отвратительно. Простите, это месячные? Что происходит? А-а-а, я понял, окей. На сцене юмора появился новый мэтр. Непревзойденный, я считаю, в этом году. Это Дмитрий Анатольевич Медведев. Отношения России с другими странами уже не раз становились темой моего видео. Соболев в ТГ согласился со словами Арестовича, что смерть Путина это худшее, что может случиться с Украиной и РФ сейчас. Так это, возможно, реально так и есть. Типа, если Путин вот неожиданно помрет и на его место придет какой-нибудь Пригожный или Кадыров, ну, типа, блядь, упаси боже, блядь. Я тогда, мне страшно представить, что будет вообще, в принципе. Или вы думаете, если Путин помрет, Навальный выбежит из тюрьмы, такой, я, я, все, мы все, отменяем. Отменяем. О, нет. Это новатор, я считаю, это новатор, который попробовал себя в экспериментальном жанре. Это синтез разных изощренных оскорблений. Для них всех там одномоментно наступит судный день. Дмитрий Анатольевич целый год пытался доказать, что он вам не Димон. За свои идеалы я, конечно, готов умереть. А многие готовы умереть со смеху от его политических прогнозов, где он предвещает, например, захват Польши и западных областей Украины, создание четвертого рейха на базе Германии. Здорово, молодец. Так и есть. Да, гражданская война в США и война между Францией и четвертым рейхом выглядит действительно сомнительно пока что, но, может быть, мы чего-то не знаем. Это не прогнозы. Да, гражданская война уже идет в Америке, ребят, подтверждаю, как я сегодня на стриме рассказывал. Тут подо мной внизу, в районе, где я живу, люди реально грабят друг друга, стреляют. Поэтому по факту вообще-то война уже идет здесь. Это то, что уже случилось. Всадники апокалипсиса уже в пути. Но пока что, а в какой жанр? В какой жанр, кроме как юмористический, вот это все можно отнести. Уровень доходов населения, он растет, а иначе бы здесь никого не было в этом зале. Правда. Живите по правде. Блогер года. Я думаю, вы сами угадали. Ну, конечно же я. Ну, ладно, он скажет, скорее всего, Стас Сайкак просто, да? Ну, точно не он. Ну, имеется, не Соборев же. Стасик? Хуясик? Знаете, человек, который записывал видео регулярно, который записывал очень длинные исторические разборы. Его видео все ждали. Ну, как бы, не скажу, что все, но... Ну, ладно, предположим. Он хайповал больше, чем кто-либо другой. И даже иногда... Бля, это все про меня буквально. Записывал видео регулярно... Ну, он имел в виду стримы регулярно. Исторические разборы были. Мои стримы ждали? Было. Дикий хайп? Был. Напрямую... Общался с подписчиками? Было. Так это я? По телефону общался со своими подписчиками. Да, Сашенька, привет. Как тебе... Если Путин, блядь. Тебе нравится у Деда Мороза. Чем вы там занимались сегодня, вчера? Маме с папой передавай привет. Пришлешь? Мне тоже... Я знаю, вы выращиваете там огурцы, помидоры. Огурчиков пришлешь? Это Владимир Владимирович Путин. Я лично каждый... Ты что, дурак, блядь. Обращение смотрю, как в последний раз. Возникает сейчас вопрос, конечно. Вопрос доверия. А если серьезно, как... Он не блогер, он стример, ебаный свет. Он стримил много. И то под конец года начал что-то сливаться со стримов. Вот, отказываться от прямых эфиров. Как вообще нам смотреть на классический блогинг? Как дела обстоят на ютюбе у блогеров? Это лишь небольшой список каналов, которые... Осуждая, блядь. Забросили свои каналы за последний год. Или скатились и собирают не больше... Я! 50 тысяч просмотров. Я не хочу никого расстраивать, ну как... Блядь, дурак, ёб твою мать, идиот, нахуй. Марианна Ро, которая уже хуй знает, когда забросила свой канал. А не за последний год. А за последние пять лет уже. Дневник... Врача, который тоже. Янгот тоже, который забросил канал уже давным, блядь, давно. О чём ты нахуй вообще? Какой последний год? Джарахов. Саша Спилберг, который забил на свой канал уже хуй знает сколько лет назад. Джарахов тоже самое. Чего он несёт, блядь? Забросили свои каналы за последний год. Других я даже не знаю. Или скатились и собирают не больше 50 тысяч просмотров. Я не хочу никого расстраивать, но каждый раз я слышу от своих знакомых, что в следующем году YouTube неминуемо заблокируют в России. Я слышу разные источники, которым я привык не доверять, хотя я слабо верю на самом деле, что это не произойдёт. Но мы всё равно задавим. Ведь что для них YouTube? Вот нужно понимать логику. Для них YouTube это не какая-то библиотека знаний. Это не какие-то подкасты, научные лекции. Это даже не способ самовыражения. Делаю свою передачу, первый выпуск уже на моём YouTube канале Красная Вилка. Подпишитесь, пожалуйста, и... А что нужно подписать? Подписать что нужно? Я не понял, что я должен подписать? YouTube канал, такая социальная сеть. YouTube это инструмент врагов, это ЦРУ, это ЦИПСО. Вы... Все объекты разработок соответствующих служб. Опа, что же запаникал? А что я должен подписать? А что подписать? В смысле подписать? А кого подписать? А что, что, что подписать? Образ мышления Путина, я более чем уверен, это образ мышления Гоблина Пучкова, только на максималках. Если кто не знает, это блогер исторический, которому забанили канал на YouTube. Забанили его канал, естественно, за хейт-спич. Хейт-спич. Потому что, представьте себе, YouTube не очень сильно нравится, когда кто-то призывает бомбить города. Когда кто-то называет кого-то недонацией. Они трут такие каналы не только российского содержания. Но этот человек по-прежнему уверен, что его канал забанили, ну, прям избирательно. Политические репрессии, которые устраивает ЦРУ посредством рук украинских националистов. Так и есть на самом деле, да? Вот сидят в ЦИПСО, скручивают просмотры Гоблина. Укручивают наоборот, чтобы ничего у тебя не происходило. А вот когда вот война началась, когда вот ракета в офис ЦИПСО прилетела, так и просмотры сразу же поползли наверх. Началась спецоперация, ракета прилетела в украинское ЦИПСО, это у них центр психологических операций. И внезапно количество просмотров выросло в семь раз, вот просто. Вот просто чушь гребаная. Потом они спохватились, конечно, и начали меня изо всех сил гнобить. Вот у вас тут в ролике, у вас тут, представляете, у вас тут хейт-спич. То есть вы там какую-то ненависть выражаете. Это, по всей видимости, я нацистов называю нацистами. Это хейт-спич. А как вот этот ЦИПСО связан с Губом? Я что-то не могу понять. Напрямую, через ЦРУ. Охуеть, блядь. Он реально верит в то, что говорит? Вот скажите мне, пожалуйста. Живите по правде. Меня часто спрашивали, на самом деле, в этом году, что будет дальше. Я постоянно отвечал, я отвечу и сейчас. Они, конечно, могут заблокировать все, что угодно. Они могут заблокировать Ютуб, они могут заблокировать Твиттер, они могут признать кого угодно иноагентом, они могут посадить и Николая Соболева, да любого человека. Они могут ввести какую угодно идеологию. Отчаянная попытка задушить и задавить будет предпринята относительно всего, что они не захотели и не смогли технологически возглавить. Но знайте и верьте, что сколь бы ни была монументально, вот эта дамба, которую воздвигают все эти традиционалисты, столь бурным и несдержимым будет в поток молодого... Лучше бы просто трахнул. ...вещение, которое обязательно прорвется сквозь эту дамбу, как только обветшают эти фундаментальные опоры. И, конечно, идеология в нашей стране, все эти абсурдные запреты, они просто обречены. Россия может победить, но вот эти люди, они уже проиграли. К большому сожалению, деградация пропаганды прямо пропорциональна уровню деградации культуры, технологий и прогрессивных идей, из-за чего Россия не может предъявить результаты, постоянно обращается к великому наследию нашего прошлого, у которого есть один значительный недостаток. В нем невозможно жить. Пару слов про меня, про мою деятельность. Вот весь год я стоял здесь, и я старался руководствоваться только одним принципом. Я старался говорить исключительно правду, исключительно то, что я думаю на самом деле, и будь проклят я, если это не так. И пусть от меня отвернутся все мои друзья, с которыми я общаюсь и которые знают, какая на самом деле настоящая моя позиция. Она ничуть не отличается от экранной. Я не пытался подкладываться под чьи-то мнения. Я не старался быть угодным или удобным для... Ага, 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 ага. ... для того, чтобы извиняться потом, если произнесешь что-то не так. А сколько мы подобных примеров видели в этом году, когда люди отступались от своей позиции, когда им приходилось говорить то, что они на самом деле не думают, когда они переставали видеть и чувствовать в себе что-то человеческое. И все эти четыре дня я хочу исправить эту ошибку и сказать, Лёш, прости, и простить наших зрителей. Ладно, я прощаю тебя. Которые, конечно, видят, что мы по блядски себя повели. И с самого начала года, когда все это началось, я старался... Вилт Ширер, спасибо тебе большое. Жопа с руками, спасибо тоже. Еженка, спасибо. ... искать невиноватых. Я старался осознанно искать причину происходящего, потому что найти виноватого это легче всего. Найти виноватого и крикнуть «Нет войне!» Записать видеоролик на Ютубе, где ты кричишь это 10 тысяч раз. «Нет войне!» «Нет войне!» «Нет войне!» Не разбираясь ни в чем, занять какой-нибудь удобный стул, сесть в зрительный зал, выкрикивать синхронно с другими людьми какие-то лозунги, не пытаясь разобраться в причинах, что я на самом деле пытался сделать весь этот год. Разобраться в причинах только для того, чтобы мы вместе с вами потом изменили следствие, для того, чтобы мы не допустили бы произошедшего и в нашей стране, потому что на каждом из нас, на каждом 30-летнем и 20-летнем человеке сейчас лежит ответственность за это будущее. Каждый из нас будет перестраивать эту страну, будет строить эту страну. Каждый из нас должен быть ответ... Таки да, конечно, каждый из нас, ага. Будем иметь прямое отношение к этому, да, 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 блять. ...ответственен. Каждый из нас должен пытаться сделать что-то лучше, сделать лучше себя в первую очередь, когда пока что невозможно сделать что-то лучше вот здесь. Стать лучше вот здесь для того, чтобы выбраться из этого бесконечного порочного круга. И я верю, я искренне верю, что у нас с вами обязательно получится. Я сделаю все, что возможно для того, чтобы как-то что-то изменить. Спасибо вам за то, что были со мной в этом году. Давайте послушаем сейчас мнение людей о том, как они провели этот год. Как прошел ваш год? Поменьше плохого, чем в том году. Это уже само по себе хорошо. Да год нормально прошел. Поступил, маму порадовал, отца порадовал. Слушай, я думаю, неплохо. Отлично, продуктивно. Насыщенно. Познакомился с девушкой. Приехал в Москву. Замечательно, отлично. Мы в этом году много попутешествовали. Да тоже отлично. Мой год прошел прекрасно. Каким для тебя был этот год? Снагсшибательным. Все хорошее, все, что не делается, это судьба и все хорошее. Грустным на самом деле. Ну, потому что не так развивалась и не до конца развилась. А, как вас... Че-то меня ебнуло за окном, походу, или мне показалось? Прошел год. Тяжело, но я справлялась. Экологично-токсично. А, каким для вас был этот год? Самый счастливым. Наш президент открыл фронт. Наконец-то мы поняли. Россия. Россия-матушка. Плохой. Плохой? Плохой. Хрень это начало. Я не удивлен от него подобное услышать. На Украине. Че, хорошее? Очень тяжело, на самом деле. Что именно было тяжелого? Ну, все. Уходящий год был очень тяжелым. Думаю, Новый год будет лучше. Вы за этот год стали жить лучше или хуже? Да, лучше, наверное. Лучше с каждым годом все лучше. Наверное. Лучше. Лучше. Всегда лучше. Каждый день кучу. Слушай, стал хорошо зарабатывать. Да, знаете, не поменялось особо ничего. За последний год я стал жить лучше. Лучше. У меня сестра родилась. Она такая маленькая, малюточка вообще, солнышко, не могу. Стало, знаете, больше интересного, погода более-менее нормализовалась. Моя жизнь как была, так и осталась. Денег нет и проблем нет. Это у кого много денег, у тех проблемы. Я спокоен, как дохлая лошадь. Я не могу ответить на этот вопрос однозначно, а потому что каждый день он по-своему уникален. И наша Россия, она уникальная. Мы счастливы жить просто, что мы находимся в России, живем, радуемся, наслаждаемся. Вы стали жить хуже или лучше? Хуже. Опять из-за войны. Что у вас поменялось? Ощущения жизненные. Было ли в этом году что-то, что вас расстроило? Наверное, машину что-то разбил, вот расстроило. А так больше, как бы, все нормально. А какие события в этом году тебя расстроили? Расстроили? От меня друзей много ушло. Ну, это хорошо даже. Даже интересно, от чего они ушли. Были ли какие-то события в этом году, которые вас расстроили? Болел малыш? Ну, так, в общем, все хорошо. Какие события расстроились? Сын заболел? На учебе проблемы были. Ну, пару переломов, ссадин, ушибов, конфликт с Украиной. Начало войны. Товарищ не сдал химию. Папа не подарил машину. И четыре. Да, все хорошо. Слушай, плохие события, на самом деле, все перед Новым годом переворачивается в хорошее. Поэтому все плохое нужно забывать, даже если оно и было. И помнить только о хорошем, о прекрасном. Плохо. Короче, все плохо. И наверху плохо, наверху все плохие. Знаете об этом, да? Тут можно говорить про 24 февраля? Самое худшее событие за весь этот год. Я жду мира, на самом деле. Это самое большое желание. Я жду мира. Как в этом году было с деньгами? Мира это какая-то девочка, что ли, по имени Мира? Я же говорю, новая работа, хорошая оплачиваемая. Сложно? Нет. С финансами тоже все хорошо. Папа денег дал, мама денег дала, деньги закончились. Ну, в этом году такие, ну, хорошие суммы приходили. Я решил все-таки довериться нашему российскому рублю. Избавился от всех долларов. Жить стало гораздо проще. Бляха, я могу за бесплатно. 74. Пиздец. 75. Ну, мне вообще пишет 73, 75. Как бы 73, 75. Пиздануться вообще. Ну, круто ему теперь будет с рублями сидеть все. И последний вопрос, оказавшись перед Путиным, чтобы ты ему сказал. Я бы сказал, здорово, бро, епта, как дела? Он же тоже человек. Он такой же человек, у него такой же есть и писюн, и жопа, и в бане он моется, и голый дома спит. И последний вопрос, оказавшись перед Путиным, чтобы вы ему сказали. Я сказала бы ему спасибо вам, Владимир Владимирович. Я вас очень уважаю. Продолжайте в том же духе, в том же направлении, в котором вы сейчас и двигаетесь. И последний вопрос, оказавшись перед Путиным, что бы вы ему сказали? Я желаю ему здоровья, процветания. Будет процветать Путин, будет процветать все мы. Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете? Владимир Владимирович, а чем мы можем сегодня вам помочь? Я бы пожелала ему здоровья, честно. Но не будем абсолютно... Я думаю, единственная помощь для него, это просто ебалник свой завалить, как бы, да, и особо не вылезать, нос не высовывать. Сидеть, как бы там, заниматься своими делами, ну, то есть, там, не знаю, на завод, например, ходить, работать, платить налоги, вот, чтобы на эти деньги он себе купил новый домик, построил себе там, я не знаю, что-нибудь еще, да, своим детям в том числе, вот. А оставшуюся сдачу отправил на войну, вот, чтобы пару носков там мобилизованным купить. Ага, ну да. Ну, не Жори же этим заниматься, правильно? Жора у нас, как бы, на другие вещи деньги собирает, на коптеры и так далее, вот. Ждать, какой он человек, но на это нужно констское здоровье в любом случае. Последний вопрос, оказавшись перед Путиным, что бы ты ему сказал? Ну, я вообще... Блядь, на самом деле, я вам так скажу. Тупой вопрос. Абсолютно тупой вопрос. В том плане, что, типа, задавать его людям в России? Кто-то бы ответил искренне на этот вопрос, честно. Я думаю, что нет. Поэтому, как бы, ну, смысла в этом нет. Задавать такие вопросы в России, там, в Петербурге, людям, которые там на улице ходят. Понятное дело, что те, кто по-настоящему думал про него что-то, да, так как есть на самом деле, но они, скорее всего, просто бы отказались от ответа и все. Вообще-то, я его уже видел пару раз. Наверное, ничего. Он и так все говорит, что от него требуется. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Привет. Ой, здравствуйте. Он классный. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Ну, наверное, передам привет родственникам. Путин знаком с твоими родственниками? Нет. Оказавшись перед Путиным, что бы ты ему сказал? Да скольки будешь жить, старый. Последний вопрос. Оказавшись перед Путиным, что бы вы ему сказали? Руку, пожалуй, а что меня может еще волновать? Нет же другой власти в России. Какую еще можно любить власть, если другой нету Мне нравится его правление Бля, вот это вот самое хуевое Что раньше подобное можно было услышать только от стариков И пенсионеров А теперь это слышишь, блядь, от молодых пацанов Девочек Студенты, школьники, вы-то куда, блядь Ну вы-то куда, ебаный рот, блядь Вам же нахуй жить в этой стране потом, блядь Что вы делаете, ребята Одумайтесь Одумайтесь, пацаны И девки Ебаный рот, это же просто ужасно Ай, блядь Президентам в стране самое главное Стабильность, немирное небо над головой Ну вот давай Кого? Правление, еще раз Какую еще можно любить власть, если другой нету Мне нравится его правление президентам в стране самое главное Стабильность, немирное небо над головой Стабильность, немирное небо над головой Ну в целом Да Стабильно, немирное небо Охуеть Хорошо сказал Ну вот давайте будем честно Вот кто я такой Хорошо, вот примерно представим Конечно, я недоволен, честно, всем этим Я не жалую нашего президента Я недоволен, вы не подудите Я, конечно, ничего плохого про президента не думаю Он не виноват, это все люди вокруг него Они его обманывают Негативно отношусь к всему этому Ничего бы я ему не сказал Мне нечего ему сказать, мне не о чем с ним разговаривать Вова, пожалуйста, ну давай То, что ты делаешь, ну просто не надо Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете? Перед Путиным? Я скажу, молодец Ну такой ты молодец, что слов у меня просто нет Одни выражения Какие у вас надежды на следующий год? Что конфликты закончатся между странами Оказавшись перед Путиным, что бы вы ему сказали? Так держать Ну что То есть чел хочет, чтобы конфликты закончились Но при этом, если Путина встретит, он скажет Блядь, так держать, бро Распект, ёпта Ой, блядь, это Это был трудный год Я хочу сказать спасибо каждому из вас Я люблю каждого своего подписчика Опять рофл, наверное, да? Бесконечно благодарен за то огромное внимание Которое вы уделили моему каналу Я буду стараться быть лучше Хоть я ничего не загадываю На следующий год, на самом деле Будьте счастливы Ебать, смотри, я круглый Рама, ёбаная Ему платит кому? Соболев? Не, Соболева не платит